В день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Продолжаем продолжать? Да, доброе утро, уважаемые радиослушатели. Продолжаем утро на Болткоме. Сейчас мы вышли с другой темой. Может быть, не самой пандемийной, но, тем не менее, жизнь продолжается. И все вот эти, как сейчас модно говорить, негации, да, вот эти все негативные моменты тоже ведь никуда не исчезли. Вот об этом сейчас мы и поговорим. К сожалению, это вечно актуальная, вечно зеленая тема. А конкретно мы будем говорить о моббинге. Ой. Ой. Да. Моббинг – это ой. Да. В принципе, это психологическое воздействие, достаточно жесткое, в основном подростков друг на друга. И оказывается, что, несмотря на пандемийную нашу реальность, на отсутствие физического контакта детей в классе, эти процессы продолжаются, и друг друга они доводят чуть ли там не до смертоубийства или до самоубийства. И ситуация достаточно плохая в стране. И мы будем беседовать на тему того, что происходит, в общем-то, в какой ситуации мы оказались, и как можно вырулить, с помощью чего, как детей отучить прессовать друг друга с Марикой Анжене, основателем движения, такого социального движения «Найклусе». Был придуман, что называется, хэштег «Не молчи». Вот мы сейчас пытаемся с ней связаться. Совместно Центр Дардедзе, Центр Марта придумали вот такое вот движение. Оно продлится весь 21-22 учебный год. Какие бесплатные консультации можно будет получить, чему научиться. Обо всем об этом мы поговорим с Марикой Анженой. Я так понимаю, связь уже установлена? Да. Марика с нами. Доброе утро. Да, здравствуйте. Слышно ли нас, видно ли нас? Доброе утро. Скажите, ну вот, согласно статистике, почти каждый третий школьник Латвии становится жертвой моббинга. Во-первых, давайте определимся в терминах, потому что могут быть разночтения, каждый может по-своему понимать, что такое моббинг. Объясните, пожалуйста, популярным языком, что подразумевается под моббингом. Ну, скажем, если условный Вася условную Машеньку дернет в классе за косичку, это моббинг или легкое хулиганство? Это любовь. Если это происходит долго, ну, как это, долго, лайков, поздно. Ну, в длительном периоде, да. Да, и это делает специально, если это, ну, есть, как это, спак, самерс, я извиняюсь, про латышский. Да, все в порядке, все в порядке, с совместными усилиями договоримся, да, если силы их не равны. Да, и если это насилие, травля, это эмоциональное, социальное или физическое, и это происходит в интернете, тогда это моббинг. Но если это происходит только один раз, или это конфликт, тогда это не моббинг. Насколько ситуация с этим моббингом действительно серьезна в среде латвийских школьников? Насколько они друг друга унижают, подзуживают, издеваются? И связано это с чем? Это просто они как-то выплескивают свои подростковые эмоции, у них гормоны играют, или социальная, экономическая среда также имеет определенное воздействие на поведение молодежи? Если мы смотрим на Латвию, тогда не только моббинг, но и насилие среди преобуществ, взрослых, тоже в Латвии на высоком уровне, и это все связано. Поэтому если мы смотрим на школы, конечно, нужно не только работать с профилактикой моббинга, но с профилактикой насилия в Латвии в целом. Поэтому мы тоже с Дарвицей и с Мартой теперь больше будем сотрудничать не только в проекте Неклеса, но тоже смотреть, что и как происходит в министерстве, и как работать на том, что мы не только обеспечиваем решение ситуаций, когда моббинг уже происходит, но как это работает больше над профилактикой. Правда ли, что вот эта вот ситуация вообще в обществе напряженная, достаточно связанная, конечно же, с ограничениями определенными из-за пандемии и особенно удаленное обучение, все вместе это только углубляет коммуникационные проблемы школьников. Да, и есть риск, что когда школьники опять будут где-то в школах, тогда что моббинг будет еще на высшем уровне, чем это было прежде. Как планируется с этим бороться? Что делать? Кого? Как обучать? Какие-то бесплатные консультации? Какие прочие защитные меры? Да. Мы проекта NECLUSA открыли возможность заполнить анкету, чтобы в нашем веб-сайте necluse.lv, где каждый может заполнить эту анкету, и тогда мы свяжемся с директорами школ, и чтобы в следующем учебном году бесплатно для 50 школ предложить предложить бесплатные решения для профилактики моббинга. и это методология для класса, также моббинга, где ученики могут начать чат с психологом и получить помощь. И также мы будем проводить мероприятия для родителей и школьников, поэтому, да, пожалуйста, идите на нашу страницу necluse.lv, заполняйте анкету, и тогда мы свяжемся с директорами. Согласно статистике, приведенной вами, вот каждый третий школьник сталкивается с моббингом, а к чему этот моббинг приводит? Плохо, просто плохое настроение, плохие отношения или, не дай бог, самоубийство, уходы из дома? Поэтому, к чему может это привести? Да, все, что вы сказали, это, да, страдка с моббинга, и еще, что важно, что это влияет не только на тех ребенок, который страдает от моббинга, но тоже для тех, кто делает. делает эту насилие и также на тех ребенок, который в классе или в группе, в которой происходит моббинг. Существуют ли какие-то наказания за моббинг? Не знаю, общественное порицание, работы, штраф? Пока что, если мы смотрим на эти штрафы, тогда, да, есть административные и тоже криминальные штрафы, но это у тех школьников, которые уже... у которых более лет, чем 16, но, конечно, теперь сделана группа министерств, где работает Министерство Веселебеса, Лаплаебеса и Исландии Безинац Министереса, чтобы пересмотреть, что и как происходит в Латвии и чтобы сделать эту систему профилактики и решения борьбы с моббингом еще лучше. Ваша аппликация, которую вы упомянули, хэштег «Неклусе», она рассчитана только на детей и подростков или какая-то превентивная работа проводится или планируется с родителями в том числе? Да, в тех школах, с которыми мы сотрудничаем, мы проводим мероприятия для родителей тоже, потому что, если мы смотрим на профилактику, тогда роль родителей очень важна. Поэтому мы не только разговариваем над тем, что родители могут делать, когда уже есть ситуация моббинга, но тоже, что делать перед тем, как работать и говорить с ребенком, чтобы новость моббинга уже предотвратить. Спасибо вам за попытки. Мы с радостью и уважением относимся, всегда поможем, вы можете на нас рассчитывать. Мы разговариваем с Марикой Анжиной, с учредителем проекта «Неклусе», и говорим, что это социальный проект, направленный на уменьшение моббинга в школах. Скажите, Марик, вы общественники, понятно, вы заинтересованы, вы понимаете важность и серьезность этой проблемы. Насколько отзывчивы сами школы и сами родители? Это, конечно, если мы смотрим, тогда на эту ситуацию мы открыли возможность заполнить анкету в четверг. И если мы смотрим, теперь мы получили уже около 40 заполненных анкет. Конечно, у нас следующий шаг – связаться с директорами и венуантами. Договориться, да. Я бы сказала, что отзывчивость большая, но, конечно, есть ситуация в школах, которые уже работают много лет, и там уровень моббинга низкий, но есть школы, у которых до сих пор нет решения, как бороться с моббингом, и поэтому они очень открыты для сотрудничества. Знаете, такой еще вопрос пришел в голову, а как-то отличается, возможно, есть данные статистики, уровень моббинга, соответственно, школ, ну, например, социально как-то, социальное значение имеет роль или нет, там, где находится школа, это столичная школа, это какая-то топовая школа, ну, скажем, первая гимназия или вторая гимназия, или какая-то поселковая школа, ванн неких, или каки неких, да, где моббинга больше, или это не зависит ни от географии, ни от социального положения родителей и детей? В целом, я бы сказала, что ситуация не отличается в Риге или в регионах. В прошлом году мы проводили исследование в школах Латвии, и там мы смотрели, есть ли ситуация, как отличаются большие школы, маленькие или как, и больших таких очередей мы не видели. Больших отличий. Это то, как директора и родители и учители сотрудничают вместе, и какие ценности, и какое сотрудничество в школе, и если это хорошее, тогда, конечно, уровень моббинга в школе более низкий, чем в другие школы. Огромное спасибо, Марик. Мы беседовали с Марикой Анженой, с учредителем проекта Неклуса. Это социальный проект, направленный на уменьшение моббинга в школах. В его рамках, а это 2021-2022 учебный год, общественники из центра Дардедзе и общества Центр Марта призывают сотрудничать школы и вписываться в эту программу, чтобы вместе бороться за уменьшение вот этого самого моббинга. Согласно цифрам статистики, каждый третий ребёнок ему подвергается, причём ситуация равна и не отличается. Теперь, кстати, подвергается в социальных сетях тоже. В социальных сетях, да. Но в основном речь идёт об общении в интернете. Да, и ситуация социальная, экономическая и технологическая, то есть удалёнка, только ухудшает. Причём она не отличается по регионам, не отличается по уровню школы, там, не знаю, в рейтинге. Это происходит везде, и все дети находятся, в общем-то, в группе риска. Вот, нужно сказать, что сейчас у нас будет небольшая пауза, потом мы вернёмся в студию ещё с гостями. Да, у нас будет гость Дмитрий Рулёв, Даниил Рулёв, прошу прощения, управляющий партнёр фонда недвижимости Ханза Рея. Вот как раз поговорим вот о том, что сегодня будет обсуждаться на кабинете министов, и если, возможно, действительно запретят работать очно, то, конечно, арендаторы офисных помещений прежде всего будут терпеть большие убытки. Так что есть что обсуждать, не переключайтесь.